Две ночи экипаж сидел под машиной в яме, около танковой печки. В яме было невыносимо жарко, и дым безжалостно выедал глаза. Огонь печки надо было поддерживать всё время. Таков был приказ командира полка. Последнюю ночь Саня не смакал глаз до утра. В дежурстве у печки он побоялся доверить даже заряжающему, самому опытному и толковому бойцу экипажа. Накануне в полку произошло ЧП. Экипаж Саниного приятеля, лейтенанта Пашки Теренкова, так усердно топил печку, что раскалил нищие машины. Дюритовые соединения на трубопроводах обуглились и лопнули. Из мотора и баков вытекло всё масло и горючее. И если бы полк не задержался в лесу ещё на сутки по каким-то неизвестным причинам, могли бы приписать умышленную порчу машину перед боем, а то и отправить его в штрафную роту. Но Пашку пощадили. Впрочем, Пашка парень действительно отчаянный, смелый. На самоходку вывел в из строя, потому что уснул с экипажем и чуть сам не сгорел. Младший лейтенант Малёшкин подогревал свою самоходку осторожно и всё время беспокойно ощупывал нищие под мотором. По мнению Сани, температура была в самый раз, чтобы мотор завёлся в одну секунду. И самоходка, выскочив из ямы, ринулась в бой.